Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей. Я рад вас приветствовать в Московском доме книги с обзором очередных новинок или интересных изданий, не новых, которые, надеюсь, вас заинтересуют. Вы придете к нам в наш замечательный магазин за этими книгами. Начну я с трех книг, которые стали, наверное, знаками в последнее время для читателей, которые мы можем назвать лонгселлерами. Лонгселлеров много, их количество большое, и мы можем к этой литературе, которую так называем, относить и многие произведения классической литературы, как отечественной, так и мировой. Но я бы хотел говорить о литературе, которая все-таки написана относительно недавно, она получила признание в последнее время, хотя многие классические издания, о которых я тоже скажу, вновь получили интерес именно в последние годы. Но, тем не менее, это будут все-таки относительно новые книги. Это будет целая серия программ о таких лонгселлерах, которые завоевали сердца читателей мира, России, многие тысячи сердец читателей в последние годы. Начну я с книги не художественной, книга известного автора по менеджменту, по маркетингу, то есть тому человеку, который создавал, в принципе, эти научные экономические дисциплины. Он является одним, наверное, из влиятельных людей в экономике и общественной жизни США в данный момент. Это Стивен Кови, он наш современник, хотя ему уже такой почтенный, он имеет уже такой почтенный возраст, но, тем не менее, остается по-прежнему коучем, то есть учителем, наставником для многих важных персон, личностей современности, многих международных и не только компаний, которые пользуются его наработками как руководством действия. Итак, его самая главная книга, которую он написал, это, конечно, «Семь навыков высокоэффективных людей». Книга, пережившая много изданий за рубежом и в России, что означает, что книга востребована, она интересна и как подарок, и как настольное руководство. Говорит о том, какие навыки должен иметь высокоэффективный человек, то есть лидер, по сути, в жизни, чтобы добиться своих целей. Всего семь, не восемь, не десять, не девять, хотя у этого автора есть еще отдельная книга, посвященная восьмому навыку. Мы говорим именно вот об этом лонгселлере, вот еще раз это слово повторю, книга, которая продается много лет, продается активно, интересно по-прежнему. Итак, повышение личностной эффективности, повышение лидерских качеств, усиление своего тайм-менеджмента внутреннего, то есть когда мы планируем свое внутреннее время. Рекомендую всем тем, кому этих навыков не хватает или какие-то навыки просто плохо развиты, возможно и так. Над этим можно и нужно работать, и об этом эта книга частности. За более чем 20-летний период работы с представителями бизнеса и научного мира, а также с теми, кто интересуется проблемами семьи и брака, я встретился с большим количеством людей, которые по внешним признакам достигли огромного успеха. Но в то же время постоянно испытывали сильную потребность в приобретении внутреннего равновесия, в повышении персональной эффективности и развитии здоровых отношений с другими людьми. Подозреваю, что многие из проблем, которыми они со мной поделились, знакомы и вам. Проводя необходимые исследования и готовя соответствующие материалы, я чрезвычайно заинтересовался тем, как формируется восприятие, как оно воздействует на наши взгляды и как наши взгляды воздействуют на наше поведение. Художественная литература. Ее очень много в списках топ-100 лонгселлеров. Это обосновано, потому что мы все-таки читаем преимущественно не только, наверное, профессиональную литературу, мы читаем художественную литературу, читаем о жизни других людей, потому что в данном случае развивается, наверное, наш кругозор, наш эмоциональный интеллект. Очень важные сегодня понятия, когда мы проявляем либо эмпатию, либо, наоборот, игнорируем окружающих, то есть пытаемся быть замкнутыми, необщительными, то есть не стремимся оказать какое-то влияние на ситуацию, которую, может быть, человек плохо переживает, ему надо в этом помочь. Художественная литература именно об этом, как раз о том, чтобы быть более эмпативным, более таким вот чувствительным к эмоциям других людей. И как раз вот с точки зрения эмоций, на мой взгляд, вот эта книга, прожившая тоже очень много изданий за свою жизнь и за рубежом, и в нашей стране, называется «На Шантарам», и Грегори Робертс, его автор этой книги, казалось бы, ну вот что здесь в этом сюжете, тем более книга достаточно объемная по количеству страниц. Ну вот некий мошенник, такой вот авантюрист, путешествует по Юго-Восточной Азии, где совершает еще очередные преступления, за которые он был когда-то наказан и посажен в то место, откуда он сбежал, скажем, из Австралии. Тем не менее, там есть некая жизненная история, на которую надо обратить внимание не с точки зрения каких-то преступлений и наказаний, скажем так, да, потому что этот герой, совершая преступление, он получает и адекватные наказания совершенно, на наш взгляд, может быть даже такое вот бесчеловечное, бессердечное, но он этого действительно был достоин. Но он выходит из этих всех событий победителем, на мой взгляд. Он показывает нам всем, что даже в самой сложной ситуации в жизни, наверное, есть всегда выход. Надо просто к этому стремиться, надо быть уверенным в том, что ты это сможешь сделать. Как раз вот эта книга Шантарам, это его такой второй, даже третье имя, которое мы дали в Индии. Как оно переводится с хинди, вы это прочтете в этой книге. Это тоже целая интересная история. Вот тем не менее, вот много лет эта книга занимает умы самых разных читателей разных поколений. Предлагаю вам тоже присоединиться к числу поклонников этой книги, этого лонгселлера Шантарам. После побега я со временем убедился, что часть правды, а именно тот факт, что я писатель, может служить мне очень удобным прикрытием. Это было достаточно неопределенно, чтобы оправдать неожиданные отъезды и длительное отсутствие. А когда я объяснял, что собираю материал, это можно было понимать очень широко и вполне соответствовало тому, чем я занимался. Добыванию сведений о тех или иных местах, транспорте, фальшивых паспортах. К тому же это прикрытие оберегало меня от нежелательных вопросов. Как только возникала угроза, что я примусь пространно рассуждать о тонкостях писательского ремесла, большинство людей, кроме самых настырных, предпочитали сменить тему. Я ведь и в самом деле был писателем. Я начал писать в Австралии, когда мне было чуть больше 20. Но вскоре после того, как я опубликовал свою первую книгу и начал приобретать некоторую известность, разрушился мой брак. Я потерял дочь, будучи лишен прав отцовства, и загубил свою жизнь, связавшись с наркотиками и преступным миром, попав в тюрьму и сбежав из нее. Но и после побега привычка писать не оставила меня. Это было моим естественным времяпрепровождением. Даже в Леопольде мои карманы были набиты списанными клочками бумаги, салфетками, квитанциями и медицинскими рецептами. Я писал, не переставая в любом месте и в любых условиях. И теперь я могу подробно рассказать о тех первых днях в Бомбее именно потому, что стоило мне оказаться в одиночестве, как я принимался заносить в тетрадь свои впечатления о встречах с друзьями, разговоры, которые мы вели. Привычка к писательству можно сказать спасла меня, приучив к самодисциплине и к регулярному выражению словами всего, пережитого за день. Это помогло мне справиться со стыдом и его неразлучным спутником. Отчаянием. Ну и завершу свой обзор тем, что расскажу, наверное, тоже о той книге, которой нельзя не сказать. Это наш с вами классик русской уже классической литературы, несмотря на то, что он жил до начала 20 века. Это Михаил Булгаков, хорошо нам знакомый еще, наверное, с школьных лет, когда мы изучали его произведения в старших классах. Сейчас он, конечно, более известен молодому кругу, как автор не только «Мастера Маргариты», но и «Собачьего сердца», и «Морфия». Есть такое его произведение о записках юного врача. Напомню, что Булгаков сам был врачом по образованию, соответственно, ему близка была эта тема, как и Чехову в свое время. Соответственно, говорить о сюжете не буду, потому что многим он знаком, либо из кинофильмов, либо по каким-то суждениям своих друзей, возможно, своих родителей, не знаю, коллег по работе, кого угодно. Произведение культовое, классика современная, которую, наверное, трудно сравнить с войной и миром, допустим, Толстого или с преступлением, наказанием Достоевского. Но, тем не менее, эта книга в ряду вот таких значимых произведений, которые сейчас по-прежнему востребованы нашим современным читателем. И хорошо, что он молодой по возрасту, буквально, наверное, учащийся в вузах или только его закончивший. Наверное, есть то, что привлекает в этой книге некий мистицизм, некие какие-то параллели с современным нам миром, довольно странным, где-то, может быть, абсурдным. Может быть, есть отношение современных людей к религии, о которой тоже в этой книге часть глав говорит, и какие-то выводы потом мы вместе с автором этой книги делаем, прочитав эту книгу. Обращу внимание на Булгакова еще раз, как на автора, который, наверное, вне времен. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если неплохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года тому назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам. Одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому с утраченной фамилией. И вот, два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Вот это те самые лонгселлеры, которые привлекают внимание читателей современности, наверное, тем, что они говорят о вещах, которые не сейминутные, а вещи, наверное, такие вот вечные, которые встают перед каждым поколением читателей, да вообще людей, не то чтобы те, кто только читает или не читает, да, они помогают решать нам какие-то вопросы, проблемы, как и любая книга. Любая книга – это решение какого-то нашего внутреннего вопроса, запроса нашего на то, что что-то поменять необходимо в жизни, а как. Вам поможет в этом в том числе и книга. Много ресурсов, много каналов, которые готовы нам помочь. И мы думаем, что иногда интернет – это наша панацея, но не всегда бывает так. Я рекомендую вам читать книги, приходить в Московский Дом книги, общаться с нашими специалистами, знакомиться с книгами, подержать их в руках. В этом, наверное, и задача Московского Дома книги. Спасибо вам большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова